Чем раньше ребенок начнет погружаться в профессию, тем больше у него будет времени ее освоить. Ранняя профориентация – одна из самых важных задач нацпроекта образования, который инициировал президент России Владимир Путин. Чтобы заинтересовать школьников и пробудить в них интерес к разным сферам деятельности, на федеральном уровне разработали проект «Билет в будущее». Для учащихся 6-11 классов проводят практические занятия, встречи с мастерами своего дела и конкурсы профессионального мастерства. О старте нового сезона проекта «Билет в будущее» объявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Он подчеркнул, что в этом году школьников ждет новый онлайн-формат, что позволит привлечь больше участников, в том числе и из отдаленных населенных пунктов. Самое сложное в жизни человека – это разобраться в собственных эмоциях, в собственных желаниях, в собственных стремлениях. И вот проект «Билет в будущее» как раз и направлен на решение этой задачи – помочь школьнику разобраться в своих намерениях, желаниях, попробовать себя в различных видах профессиональной деятельности. Самарская область будет участвовать в проекте «Билет в будущее» в третий раз, и интерес школьников только растет. Как отметил заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, в 2018 году профориентацию прошли 5000 ребят, в 2019 – 25 тысяч. При этом в регионе к подобным акциям начинают привлекать уже с дошкольного возраста. Например, в прошлом году малыши из детских садов соревновались в шести компетенциях на чемпионате «Будущие профессионалы 5+.» Таким образом, проект очень важный, и мы видим о том, что он развивается, и с каждым периодом, с каждым годом появляются новые интересные для молодежи, для ребят форматы, которые им позволяют сделать один из определяющих выборов в своей жизни. Обновленный сайт проекта уже начал работу. На нем можно пройти тестирование для определения профессиональных предпочтений или онлайн-курсы, получить информацию о мире профессий. Вторым этапом проекта станет погружение в профессию. Сейчас в регионе готовят перечень площадок, которые будут принимать школьников для практических заданий. Андрей Горгуленко, События.